Строительные профессии 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 они пластиковые. Защитите свои руки. Цемент очень едкая штука. Латексные перчатки самое то. Теперь про компоненты бетона. Песок, щебень, цемент. Песок чистый, промытый, средних и крупных фракций. Если что, не поленитесь его просеять. Если есть глина, плохо. Хотя встречается утверждение, что глина нужна, что это необходимый компонент при реакциях сватывания бетона, что ее даже надо добавлять в смесь. Вот это делать точно не надо. Щебенка средних фракций чистая. Очистить ее несложно. Проливайте из шланга водой. Цемент лучше Портланд. И не забывайте, где живете. Часто встречаются подделки. Малая цена должна насторожить. Покупайте цемент в проверенных местах. Например, в сетевых магазинах. Начинаем с песка. Засыпаем в бочку бетономешалки три ведра песка. Если песок сухой, это счастливый случай для вас. Работа будет легкой и приятной. Сейчас поймете почему. После этого на сцену выходит цемент. Засыпаем ведро или полтора ведра цемента. Такое соотношение цемента к песку применяю я. Вы можете руководствоваться, например, рекомендациями, приведенными на бумажном мешке из-под цемента. В бочке сухой цемент и сухой песок. Легкие и сыпучие компоненты. Включаем бетономешалку и перемешиваем эту смесь. При этом бочку наклоняем как можно больше. Только-только смесь не высыпается на землю. Смесь пересыпается по бокам бочки. Лопатки бочки помогают перемешиванию. Дно бочки почти не задевается. Смесь полностью перемешивается очень быстро. Нагрузка на бетономешалку минимальная. Мы сберегаем ресурс бетономешалки. Потому что если вы приглядитесь, то заметите, что бочка болтается на одной оси. Весь вес давит на осевой подшипник, которому приходится очень не сладко. Теперь начинаем добавлять в смесь воду, не торопясь, мелкими порциями. Тогда смесь не будет липнуть на бока и дно бочки. Нам нужен густой, жесткий бетон. Жидкий нам не нужен. Чем тверже бетон, тем он качественнее. Поэтому воды лучше не долить, чем перелить. Щебенку, три ведра, добавляем после того, как в смеси цемент-песок-вода не осталось сухих комочков цемента. Смесь стала однородной по составу и цвету. И опять при перемешивании наклоняете бочку как можно больше, как только возможно. Если при перемешивании вы заметите, что смесь суховата, то добавьте воду очень маленькими порциями. Щебенка очень быстро обволакивается смесью. Бетон будет готов очень быстро. Опять мы сберегли ресурс бетонной мешалки, ценного и недешевого инструмента.